Всем привет! В воскресенье и в этот славный день я не могу вас оставить без обзора, поэтому сегодня у нас обзорище, очередная доставка. Сегодня мульти доставка, которая занимается всем подряд, называется точка еды. Почему я вообще нашел и выбрал эту компанию? Потому что мне понравился рейтинг. И честно говоря, когда компания занимается всем подряд, а не каким-то монопродуктом, у меня всегда возникают сомнения по поводу высоких оценок этой компании. Потому что у них и на гугле отзывы неплохие, людям нравятся, и в агрегаторе, деливери, по-моему, я заказал в итоге, тоже у них хорошие отзывы. И у меня как бы вопрос. Действительно ли может компания, которая занимается всем, делать вот это все на достойном уровне? Точка еды обещали за 90 минут. Кстати, по заказу никаких приколов особо не было, то есть они все приняли, но потом перезвонили, сказали, что какого-то десерта там с маракуйей нет, заменили на чизкейк. Мы ждем. Многие из вас мне пишут, что мне надо бы перестать питаться вредной пищей и перейти на здоровую. Согласен, здоровое питание, это, конечно, важно. Совсем недавно бренд Panasonic выпустил несколько новых продуктов. Бытовая техника Panasonic в принципе делает упор на здоровое приготовление пищи. Производитель пропагандирует Experience Fresh, свежие идеи для здорового питания. Вот, например, паровая конвекционная печь Panasonic NUSC300. Она сделана по технологии профессиональных пароконвектоматов. А пароконвектомат это такая штука, которую используют профессиональные шефы у себя в ресторанах. И вы действительно можете сделать сочные блюда с хрустящей корочкой. Этот агрегат для домашнего использования. Вы можете сделать ресторан у себя дома. Основная фишка пароконвектоматов и этого в частности, это высокотемпературный пар. Вода начинает испаряться при 100 градусах. Все мы знаем это. Но в Panasonic он продолжает нагреваться и достигает 190 градусов. Это и есть высокотемпературный пар. Частицы высокотемпературного пара настолько малы, что они проникают внутрь продукта легко и готовят его как бы изнутри. Кроме того, высокотемпературный пар позволяет избавляться от лишней соли и жира изнутри продукта. А это полезно. С паровой конвекционной печи вы можете делать шикарную выпечку, сочную и хрустящую курочку. Благодаря достаточно большому резервуару с водой вы можете готовить 2-3 часа. Например, что-то тушить. Еще одна классная фишка этого домашнего парика от Panasonic в том, что он шикарно держит температуру, заданную, в течение всего времени приготовления. Это говорит о чем? О том, что вы его можете использовать как сувид. Вообще, этот агрегат объединяет в себе сразу несколько кухонных приборов. Пароварка, духовка, полезная фритюрница, тостер-ростер, пожалуйста, йогуртница, стерилизатор для бутылочек. Причем в большом количестве для тех, у кого есть дети, очень подойдет. И, конечно, гриль. Для всех тех, кто боится микроволновых излучений, это не микроволновка. Тут нет никаких излучений. Но подогревать можно с помощью пара. Вообще, очень уважаю бренд Panasonic, они красавчики. Потому что даже устоявшиеся виды техники, например, как блендер, они делают с фишками. Блендер MXKM 5060 сделан с умом. Во-первых, он мощный. Мощность мотора 800 ватт. Он справится с чем угодно. И даже со льдом. И это непотребляемая мощность. Кушает он гораздо меньше, чем 500 ватт. Так что не волнуйтесь. Помимо мощности, в этом блендере шикарные лезвия. Они удлиненные. У вас ничего не застрянет. У вас все перемелется. Мощная циркуляция по траектории V&M. Все смешает идеально. Ну и, конечно же, чаша съемная. Это значит, что легко будет мыть. И особая личная радость для меня это вот такая компактная, но вместительная мельничка. Вы можете сделать сахарную пудру, приготовить какие-то любимые специи с помощью отдельной мельнички для сухих продуктов. Это просто огонь. Внимание к мелочам и потребностям обычных домохозяек. Вот за это мне нравится Panasonic. Если хотите ознакомиться подробнее с техникой Panasonic, все ссылочки будут в описании и на их сайт, и на инстаграм. Добро пожаловать в мир классной кухонной техники. И добро пожаловать в мир компаний, которые привозят ровно за то время, о котором говорят. То есть не то, что плюс-минус одна минута. Нет. В 11.04 приняли заказ. И в 12.34 привезли заказ сюда. То есть ровно 90 минут, как и обещали. Красавчики. Чек дали. 2 тысячи... Ой, фу, 4 тысячи. 278 рублей. Папе Карло обошелся этот заказик. Позиции у нас 21. Вот так выглядят коробочки. Коробки обычные, но наклеечки фирменные. То есть немножко они стараются брендировать. Плюс вот эта вот этикетка качества, как она называется сегодня в моем мире, заклеивает, чтобы ни один курьер ничего не съел. Так, это пицца, кстати, весьма недурно выглядящая. Пицца 56 градусов. И пока все, больше мы ничего не обсуждаем про эту пиццу. Нормальный, теплый продукт. Так, что еще они нам привезли? Эй, пакетов фирменных нет. И каких-либо наклеечек тоже нет. Ну смотри, то есть они симпатичны. Вот эта вот эко-упаковка. Мне такая упаковка очень нравится самому. Том-ямчик. Ой, такой малыш. Такой малыш. Облепиховый морс. Блин, вот это сложно, конечно. Тут без самура не обойтись никак. Ухо, ты посмотри, кстати, он довольно, довольно, во-первых, он прохладный. Это раз. 14 градусов. Отлично, в холодосе было. А во-вторых, он насыщенный. То есть это не жишка. Я прям вангую, что это будет неплохо. Ну и салаты. Салаты лежат отдельно, за что опять-таки респект. Ну не салаты, а точнее холодные блюда. Здесь чизкейк. Опять-таки с наклеечкой. Здесь же комплектация. Комплектация и для суши. Соевые соусы, имбири. Салфетки не очень много. И одна порция пластиковых вилок с ложкой. Пять палочек. Салат. Цезарь, блин. Ладно, наконец, как всегда, оставим. И взял попробовать их сушки. Точнее, роллы. Тоже запечатаны. Наклейк не жалеет, ребята. Отдельно хочу отметить, что мне очень нравится получать не просто чеки, еще и товарники. Где заботливой рукой, я представляю, как человек заботливо отмечал каждую позицию, что он мне положил это в заказ. Серьезно, вот мне вот такие штуки, где что-то ручечкой подписано, мне доставляет удовольствие. Видите? И вот так вот надо и делать. Вот так и надо проверять, полностью ли вы сделали заказ или нет. Красавчики. Точка еды молодцы. Главное, сразу я вижу, какой программой пользуется точка еды. Это программа FrontPad. Как раз который пользуется, ну, кафе, доставки и так далее. Онлайн сервис по доставке. Ну, что, пойдет. Пойдет. Товарный чек номер 29873. 29 тысяч заказов. Ну, возможно, возможно, это означает количество заказов. Прикольно, прикольно. Молодцы, ребят, значит, хорошо работает. В смысле, значит, клиент идет. Так, точка еды. Давайте, погнали. Пицца 4 сыра, которая стоит ровно 600 рублей. Мне нравится в этой компании, что у них все ровненько, короче. 600 рублей, 90 минут, и мы взвешиваем. 600 рублей. 521 грамм. Чуть-чуть дороже 100 рублей за 100 грамм. Почему я не говорю, сколько она должна весить на сайте точка еды? Да потому что нет такой информации. Точнее, возможно, на сайте точка еды такая информация есть. Но на деливере такой нет инфы. Сейчас я попробую найти, может быть, у них есть. 600 рублей стоит средняя пицца, 30-сантиметровая. Весить она должна 450 грамм, у нас 520. Так что вот все, на сайте инфа есть. Так, что касается самой пиццы. Она не дурна. Слушай, она не дурна. Мне эти бортики очень напоминают Папа Джонс. А это хорошо. Люблю бортики Папа Джонс. Да в принципе мне Папа Джонс нравится. А тем более их бортики. Единственный плюс в Папа Джонс, то что они дополнительно кладут соус Айоли чесночный, в который очень классно макать вот эти вот бортики. Так, пицца готовится у них на решеточках. Смотри, она такая... Ну, ощущение пригорелости, но такой, знаешь, приятной пригорелости. Бортики очень пышные. Действительно. То есть, как бы начинка сконцентрирована. Вот. Но она есть. То есть, я вижу голубой сыр, я вижу сыр типа фета. И как-то, ну, довольно прилично выглядящая начиночка в этой пицце. Тесто приятное, эластичное, вот пока внешне. Давай по вкусу. Ну, могу сказать, по начинке довольно достойно. То есть, это хороший представитель. Пицца 4 сыра. То есть, прям действительно насыщенные вкусы. Я хочу попробовать отдельно тесто. Тесто приятное покушал. В принципе, такое, как я люблю. Оно влажненькое, оно солененькое. Ну, то есть, такое, знаешь, как будто бы ферментированное слегка. Я сам не знаю, что я сейчас сказал. И почему я решил так сказать. Но это тесто, которое мне нравится. Эластичное, влажненькое, хорошее. То есть, к этой пицце вопросов никаких нет. Достойная пицца 4 сыра за 600 рублей. Ну, либо за, сколько там, 700 рублей, если побольше. А если поменьше, кстати, я вот не посмотрел. 395. Пока я в приятном расположении духа. То есть, ничего меня абсолютно не разочаровало. Пойдет. На уровне Папа Джонс, Додо Пицца и прочих. Молодцы. Вторая пиццочка. Это у нас Времена Года называется. Выглядит она тоже весьма недурно. То есть, тут... Тут как бы часть 4 сыров. И пепперони. И просто а-ля Маргарита с помидорами. И чуть-чуть пицца с грибами. Вот. Но, конечно, вот эта часть, она выглядит унылой. Потому что грибы, они... Блин, вот когда вот эти грибы сверху, мне не нравятся. Они такие сморщенные. Это бэ просто. Вот эти две части выглядят отлично. Пепперони и 4 сыра. Отлично. Вот эти две части, как будто бы их вообще, они от какой-то другой пиццы и не имеют отношения. И случайно здесь оказались. 30 сантиметров такой пиццы стоит 500 рублей и весит 440 граммов. Давай проверим. Ну, по ощущениям, она даже больше, чем пицца 4 сыра. Граммов 600, наверное. Сколько там? 586. Соблюдено. Соблюдено. И опять-таки, вы обратили внимание, да? На пергаменте. Вот, смотрите. На пергаменте. Да, немножко там какой-то жирок вытек, да? Из этой пиццы. Там что-то какие-то соки на коробочке оказались. Но в целом это все на пергаменте. Аккуратно. Молодцы. Ну, я не знаю, чего здесь пробовать. Давай, как бы, 4 сыра мы пробовали. Колбаски пепперони, они одни и те же у всех пиццерий заказывают у одних и тех же поставщиков. Там либо ремит, либо вот такие, короче. Ремит чуть более светлые просто. Вот. Давай попробуем самую, как бы, бесперспективную, наверное, пиццу. Какую? Вот этот кусок или вот этот кусок с грибами? И тот, и другой попробуем. Давай. Слушай, ну бухтел, бухтел на грибы. А тем не менее, внешне они выглядят так, как мне не нравятся. А по вкусу они нормальные, то есть влажненькие грибочки. Ну, что хочу сказать. Да, вот эта часть, половина пиццы, она, ну, не самая топовая. То есть, если бы заказывать отдельно, я бы вот такие варианты пиццы не стал бы заказывать. Вот с помидорками и с грибами. Потому что скучновато. Но, в целом, ощущение вот от этих пицц приятное. Потому что довольно много моцареллы, довольно много соуса и хорошее тесто. Повторюсь, в этой пицце тесто такое же хорошее, как и в той. Мне это нравится. Ну, достойно делают. В общем, по пицце я, ребятам, ставлю лайк. В мой вкус это попадает. Попробую морс облепиховый. Слушай, ну, как повторюсь, внешне он выглядит нормальной. Нормальной пропорции. То есть, не прям жиженько. Обожаю облепиховый морс. Такой желтенький, приятный цвет. Стоит облепиховый морс... Облепиховый морс 1 литр. 166 рублей. 166 рублей за литр морса. Ну, погорячился я с выводами. Очень кислый. Очень кислый морс. То есть, его бы... Я просто понимаю, как делается этот морс. Потому что вот в заведениях, да... Если вы думаете, мы дома там выдавливаем ягоды, да... То в заведениях привозят уже выдавленные ягоды. Их просто разводят. И, конечно же, вот иногда надо чуть-чуть доработать. То есть, концентрация тут все-таки не такая большая, как я ожидал. Наверное, процентов все-таки 15, может быть, 20 ягод здесь. Ну, в смысле выдавленных. И сюда бы еще немножко сахара добавить. Я не очень сам люблю сладкие, там, переслащенные напитки. Но, тем не менее, когда они совсем кислые и не сладкие, мне тоже не нравятся. Вот, короче, в этом морсе есть два недостатка. Недостаточная концентрация ягод для того, чтобы кайфануть от вкуса облепихия. И кислота. Но, в целом, наверное, как запивончик, ну, взять можно. Я люблю облепиху, поэтому я очень ревностно отношусь вообще к любым вариациям облепихового морса. Это не самый хороший вариант, к сожалению. Процентов 25 ягод и чуть-чуть сахарку. Прямо вот будет зашибись. Зашибись будет. Так, ладно, у нас паста балоньеза. Я не стал брать что-то карбонару, надоело она мне. Все время карбонара, карбонара. Паста балоньеза 270 граммов, 243 рубля. Ну, цена, в принципе, адекватная. 270 граммов. Тут 288 с учетом упаковки. То есть, ребята стараются делать по весам. Это очень приятно. Я вообще люблю, когда все соблюдается. Вот, кстати, смотри, да, мне сначала показалось, что одна вилка и одна ложка. Нет, вилки просто сложены в стопочку. Нам дали три вилки и одну ложку. Суп у нас действительно один, поэтому одна ложка окей. И вилки под две лапши и салат отдельно положили. Вот это спасибо. Вот это спасибо. Хотя у нас, хотя подожди, у нас коробочки получаются вот раз коробочка, два коробочка, три коробочка и салат. То есть, в идеале было бы положить четыре вилки. Вот это было бы прям вообще. Ну, как всегда, вот видишь, я начал с спицы. То есть, когда начинаешь не с пасты, всегда вот такая штука получается. Вы мне каждый раз пишите, да начинай ты с пасты. Блин, она же застывает. Что я хочу сказать. Фаршик есть. Фаршика довольно много. Стекшее оливковое масло или там, наверное, может растительное сейчас попробуем. Тоже есть. Макарошки есть. Ну, все. Ну, что, паста баланьеза. Что там особо скажешь? Конечно, тут вот, что это, кинза? Кинза в пасте баланьеза. Ну, ладно. Я художник, я так вижу, скажет мне шеф, да? Точка еды. Будет иметь право, а что? Главное, чтобы вкусно оказалось. Конечно, подостывшее, когда уже такое. Ну, честно, пожалуй, нет. Сухое, неинтересно. Очень скучный такой вкус вот этого самого соуса баланьеза. И он сухой. То есть, понимаешь, соус он классный, когда там томаты. Много томатов, когда мясо не то, чтобы жареное, оно скорее жареное, тушеный вот этот фарш. Вот тогда соус становится вкусным. Винишко когда-то. Ну, возможно, кстати, тут есть, потому что такой кисловатый привкус. Типа а-ля уксус или вино. Тут есть такой привкус. Возможно, они добавляли туда. Ну, в целом, это скукотища. То есть, это обычный, ну, блин, я бы это назвал макароны по-флоски. Я очень уважаю этот продукт. Серьезно, макароны по-флоски это топчик. Но от пасты баланьезы все-таки далековато. Нету вот этих вот итальянских нот. Ну, хотя бы там, не знаю, привкуса базилика, да, тут кинза лежит, блин. Ну, какой нафиг баланьезы, если у тебя это просто жареный фаршик там с добавлением томатной пасты. Ну, что-то типа такого. Давай том ямчик, да. Он сохраняет тепло весьма достойно. Супы вообще всегда держатся. Молодцом. О, вот подача том-яма. Я же недавно был в Таиланде. Слушайте, и серьезно, вот, хоть Таиланд считается родиной том-яма, но здесь, в Москве, вкусных том-ямов я ел больше, чем в Таиланде. То есть, там практически в любом ресторане, я был и как бы в уличных кафешках, и в ресторане, в ресторанах, в ресторанах, вот в ресторанах делают том-ям хуже всегда. Вот единственные два том-яма, которые мне понравились и показались прям достойными, это просто какие-то вообще ноунейм места там с пластиковыми стульями, где там тайцы делают. Вот такая вот магия Таиланда. А рестораны готовить у них не умеют, ну, либо не хотят. Смотри, дополнительно они дают рисочек, что, в принципе, неплохо, да, для заедания. Вот интересно, как они сделали бульон. Все-таки суп том-ям, совершенно не важно, что ты туда кладешь. Конечно, круто, когда там креветки, там всего наложено, но это второстепенно. То есть, положить все, что угодно можно, но во вкусный бульон. Вот когда бульон вкусный, когда там использовано много вкусных ингредиентов, тогда том-ям становится топовым. А тут том-ям, что с ним? Смотри, Дим, видно это? Видно, насколько он крем-суп. Крем том-ям! Вы такой видели когда-нибудь? Реально суп-пюре. То ли они столько сливок положили сюда. Что с ним случилось? Почему он такой? Интрига. Ну, давай попробуем. То есть, такой вариант том-яма я еще не пробовал. Сколько он стоит у них? Суп том-ям, кстати, 370 граммов. Давай взвесим. Что-то мне кажется, он как-то поменьше совсем. Какая-то баночка очень уж маленькая. 290, ну ладно, допустим, если рис даже. 353. Вот по том-яму получается недовес. Какого-то отдельного соуса к нему еще там нету. Поэтому очень интересно. Ну, блин, вот том-ям выдает запах, ребят. Я уже знаю, что я скажу про этот том-ям. Очень странно. То есть, вкус никакой. Это... Вот если из всех том-ямов, что я ел, я бы выставлял ретель, то этот был бы на последнем месте. Во-первых, вот эта странная густая пюрированная консистенция, она вообще не в тему. Тут как будто суп крем из шампиньонов смешали с том-ямом. Не по вкусу именно, а вот по консистенции. Это очень странно. То есть, это дискомфортно есть. Вот. И абсолютно никакой вкус. Да, в нем есть острота. Я чувствую в нем какую-то кислоту. Причем вообще такое ощущение, что лимонную. То есть, они даже не лайм добавляли, а лайм все-таки дает хоть какой-то дополнительный аромат, помимо кислоты. Ну, вот. А добавляли обычный лимон. При вкусе лемонграсса он прям вообще отдаленный. Хотя это, ну, блин, наверное, снова том-яма. Я уж не говорю, что там ты не чувствуешь галангал, там, и прочие вещи. Короче, какая-то ерунда. Не умеют они готовить там ям. Так, окей. То есть, начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. Уже второе блюдо, которое абсолютно нет. Хотя третье, в принципе. Морс я сюда не отношу. Все-таки морс, скорее, да, чем нет. Нормальный морсец такой. Так, ладно, у нас еще вот, смотри, тут две коробочки есть. Вок стайл, назовем их так. Не понял я. Чего это я заказал? Что-то одно и то же заказал, по-моему, нет? Один тяхан с курицей 250 рублей. А второй, судя по всему, это что? А, второй вок с курицей. То есть, есть тяхан с курицей, а есть вок с курицей. А, так здесь рис, е-мое. Это с рисом, а это с лапшой. Чего я туплю? Почему-то в описании вока есть граммовки 350 граммов. В описании вот этого тяхана, ну, то есть риса тоже с курицей, граммов нет. Ну, считаем, что он должен весить столько же. 514, да капец, с воками вообще никогда нет проблем. 512 граммов. Все с перевесом, и это славно. Кстати, если вы не знали, хотя я уже несколько раз про это упоминал, то довольно часто коробочки вок, особенно вот эти вот крафтовые, они просто подороже других, они раскладываются вот в такую вот славную штуку. Правда, я тут порвал. Но они раскладываются в тарелку, из которой, в принципе, удобно есть. Так, давай посмотрим состав. Раз кусочек, два кусочек, три кусочек, четыре. Ну, то есть попадается. Овощички тоже есть. Морковка, болгарский перец красный и, как это, ласточка называется, да? Короче, сезонный, назовем его так. Ну, и рис, то есть это очень большая нажористая порция. Давай попробуем. Но они используют рис для суши здесь. Тот же самый рис. И что-то даже, наверное, подзаправлен. Ну, то ли соус такой кисловатенький, то ли заправка вот эта на базе митсукана, которая используется для суши, не знаю. В целом, довольно симпатично. Вот честно, по ощущениям рис переварен. И это очень похоже на ризотто. Понятно, что принцип приготовления другой. И тут как бы соусом... Соус не впитан в рис, как готовится ризотто, да? Подливается, все это впитывается, набухается внутри риса. Тут как бы рис обвален в соусе. Но, тем не менее, из-за легкой переваренности его складывается впечатление, что ты ешь как будто бы почти ризотто. Ну, на такой азиатский манер. Потому что кисло-сладкий соус. Это, в принципе, съедобно. Курочка хорошо. Не сухо. И нормально. Ну, плюс очень нажористо, конечно. Полкилограмма вот такого риса решит все ваши вопросы. Ну, я думаю, что с лапшой абсолютно та же история. Мы сейчас ее разложим. Те же самые 500 граммов. Слушай, ну вот коробочки почему-то у них нормально не раскладываются. Они как-то обрываются. Вот иногда коробки прям легко раскладываются в тарелку. А тут все как-то так. Ну, давай. Давай вот, я не знаю. Получилось разложить в тарелку. Лапша. По ощущениям тот же самый абсолютно соус. Тот же, ну, абсолютно та же самая начинка. Единственное, что в рисе больше кунжута было, да. Здесь кунжута меньше посыпано. Вот. И здесь лапша. О! Богато. В общем, в том все-таки вот где был рис, и там, и там используется соус терияки. Потому что здесь он чистый, соус терияки. А там все-таки соус терияки плюс вот эта заправка к рису, которая используется для заправки риса для суши. Нормально. И то, и другое годно мне понравилось. Это весьма можно съесть. Хороший соус, вкусно пожаренная курочка и хорошо сваренная лапша. У нас два сета. Это сет запеченный. 400 граммов он должен весить. Ну, в принципе, да, окей. Вот этот должен весить 490. Это не сет. По отдельности взятые роллы. Тут недовесик. Давай зафиксируем. Небольшой, но недовес. Начнем с теплых. Тут 12 штук роллов. Вот эти вот с майонезными шапочками. Да бог бы с ними. Обычные, нормальные. Внутри лосось, рис и сверху шапочка с икрой летучей рыбы. Ой, не летучей рыбы, а моевой, короче. Летучая рыба. Это икротубик, а это икра массага. Либо икра моевой. Ну и вот эти запеченные сушки, они очень маленькие. То есть они, наверное, граммов по 25. Вот так вот по ощущениям. Ну 30, да, окей, ладно. Не такие уж маленькие. То есть в принципе это довольно обычные сушки. Внутри крабовая палочка. По качеству не могу сказать, надо попробовать. Внешне не умею отличать. Сверху налит соус. Мне вот это, кстати, категорически не нравится. Мне нравится, когда продукт перемешан с соусом. А не когда накидали, сверху ложечку плюхнули. Это касается абсолютно всех вот этих вот роллов. Мне вот так не нравится вот в таком формате. Ну, конечно, можно зато начинку посмотреть. То есть быть уверенным, что с ней все окей или нет. Причем, смотрите, вот эти 4 суши, они явно запеченные. А вот этот, по-моему, просто спайси. То есть он не был под тепловой обработкой. Абсолютно никакой полноты вкуса. Вот это поливание сверху, оно, блин, ну портит продукт свежим. Вот, и тут же запеченный. Очень, ну неаккуратно они делают. Вот, я не знаю, ну какая-то небрежность присутствует в этой теме. Запеченный, правда, на этот раз с креветкой. Давай попробуем. На этот раз с креветкой, на этот раз запеченный. Запеченный с лосочем и запеченный с угрем. Ну, давай с угрем еще попробуем. Кости не попадаются. Уже хорошо. В целом съедобно. По поводу рисов теплых, я тоже не люблю высказываться. Выскажусь попозже. Ну, по-моему, неплохой рис. И вот этот вот с лососем, с шапочкой. Ну, тоже, кстати, неплохой. Особых претензий вообще нет у меня к этим роллам. Ну, кроме, наверное, чисто визуальных. То есть мне не нравится, как это сделано визуально. По крайней мере, гунканы. Но по вкусу никаких обломов нет. То есть ощущение там, что что-то испорчено. Что-то прям совсем отвратительно сделано. Нет, такого нет. И даже, я говорю, походу с рисом у них все очень даже неплохо. Сейчас попробуем. Вот эти роллечки. Ну, тут, конечно... Блин, ну, ребят. Мне... Ну, вы знаете, мне сейчас сложно очень оценивать. Потому что я слишком, слишком дофига теперь знаю, что откуда идет в этом мире суши. Вот. И как это делается. То есть сразу я понимаю, где жлобские, а где нет, да? Так уж сложилось в моей жизни. Я не виноват. Филадельфия вот 380 рублей стоит. 380 рублей. 230 граммов. Маленькая филька, да? 260 граммов Канада стоит 400 рублей. То есть цены не низкие. Это дорого. За 230 граммов. Вот эта цена, это дорого. Тем более, как бы с учетом того, что я вам сейчас покажу. Иди сюда. Я никоим образом не хочу там про качество лосося говорить, да? Это нормальная, не испорченная заморозочка. Вот. Но по поводу толщины ролла и то, что вот сквозь него просвечивается рис, ну, по крайней мере, на трех кусочках суши, это как факт. То есть нарезают они лосось очень тонко, и вкуса ты его не почувствуешь по двум причинам. Во-первых, из-за того, что он тонкий. А во-вторых, из-за того, что этот лосось уже потерял весь вкус, будучи очень-очень хорошо замороженным. То есть это не охлажденный лосось. Ну, давай вот ради интереса мы один кусочек лосося возьмем. Просто вот даже смотря на просвет, да, да, я взял самый тонкий кусочек лосося, пожалуй. Там есть и потолще. Но, в принципе, то же самое касается и угря. Хотя с угрем, наверное, чуть меньше вопросов, потому что тут кусочки чуть более богаты, и вообще ролл выглядит... Ну, и тот, и другой ролл, на самом деле, выглядит хорошо. Очень аккуратненько свернутый. Пусть квадраты, которые там я уже не люблю, но аккуратно сделан. Не, ну лосось отстойный вообще. Я не знаю, мне очень сложно уже, серьезно. Просто слишком много в моей жизни сейчас качественного лосося. Поэтому вот на такое мне очень больно смотреть. С угрем чуть-чуть попроще. То есть, угарь, он как бы... Все сушильни используют плюс-минус одного и того же угря. Тут не столько вариаций. Тут с угрем, может быть, и нет проблем. Причем соус унаги тут именно тот, который был с угрем. Ну, судя по цвету, сливают с пачки с угрем, да, сливают соус унаги. Его используют. Если не хватает, используют отдельно покупной соус унаги. Вот здесь вот тот, который с угрем был. Я-то тоже по цвету, возможно, кстати, может. Просто обычно покупные соусы, вот отдельно соус унаги, он чуть более темный. Так, ну давай, угарек. Внутри лосось. Ой, ну смотри. Ну, то есть, самые обрезочки лосося используют вот для канады. Просто как паста, блин. Смотри, я его даже достать не могу. Он размазывается. По поводу канады мне особо сказать нечего. Это ролл, в котором основу вкуса играет сладенький уголь с его соусом унаги. Соус нормальный. Рис сварен весьма неплохо. Если высказывать свои, как бы, ну вот, свою вкусовщину, то, например, там, крупно порезанный огурец мне не нравится. Но я знаю, что многим нравится. Там, то, что здесь мало сливочного сыра, мне, например, тоже не нравится. Мне нравится чувствовать сливочный вкус. Но, когда сливочный сыр, например, вот такого качества, как здесь, такой кисломасляный, то есть, это сыр дешевле, чем можно использовать, то и хорошо, что его немного. Он не доминирует. И слава богу. Вот как вкусные суши, да? Не знаю, как сейчас, но вот они как перешли, поменяли сыр, очевидно, свой. И стало просто ужасно, потому что у них сыра много, и по вкусу это просто, бля, ну, просто как масло ешь, как будто. Кислое, кислое масло, представьте. Поэтому в данном случае, скорее всего, то, что немного сыра, это скорее плюс. Огурцы на любителя. Ну, качество лосося, да, стоит. Но Канаду, в принципе, съесть можно. Вот в Филадельфию брать бы, ну, точно не стал. Канаду, может быть, даже и заказал бы, если бы вот заказывал что-то из других годных вещей, вот наподобие пирога. Ну, может быть, я бы заказал просто потому, что вот все из одной компании. Ну, конечно же, это, ну, натрись минусом, вот эти роллы. Просто спасибо, что не воняет тухлятиной, и это уже хорошо, потому что, серьезно, были и такие прецеденты. Что, давайте цезарек, ладно? Надо уж сразу концентрироваться на негативном так сразу. Не то, чтобы я специально очень хочу это делать, но, как бы, роллы, да. 280 граммов у нас должен весить ролл цезарь. Салат цезарь, конечно же. 226. Не до вес. Соус сразу замешан. То есть, весь соус внутри. И соус. Ну, и спасибо, что он внутри. Мы сразу можем понять, что это за соус, да? Это такой соус, вот, ну, типа, майонезный хайнс. Сразу же можем понять, что за сырок. Алтайский пармезан, блин. Сразу можем понять, что за гренка. Тупо хлеб. Недовысушенный. И сразу можем оторвать кусочек курицы, чтобы убедиться в том, что это мягкая, но очень сухая куриная грудка. Ладно, что касается соуса, давай сейчас я его попробую. Абсолютный бесперспективняк, серьезно. Не надейтесь сейчас на во-эффект. 250 рублей стоит. Ну, я вам сказал, не надейтесь и не надейтесь. Цезарю нет. Только в самом крайнем случае. Опять-таки, ничего плохого относительно качества продуктов я не вижу, но плохое в качестве реализации салата под названием Цезарь. Куриный салатик с мазиком, с чесночком и лимонным соком, может быть, да. Но не Цезарь вообще никак ни разу. Ладно, у нас еще ролл. Я, честно говоря, уже объелся. Я объелся. Цезарь и ролл. О, кстати, и ролл у нас тоже Цезарь. Вы посмотрите. Мне все время говорят, Цезарь не царь, император, блин. Какая разница, царь и император. Так, 250. Нет, а сколько граммов он должен весить, не знаю. Но весит вот столько. А стоит 250 рублей. Довольно увесистый, кстати, ролл. Опять-таки, крафтовая упаковка. То есть, упаковку они используют хорошую. Внутри куриная грудка. Разбирать будем? Конечно, будем, блин. Будем и резать, и разбирать все будем. Давай сейчас попробуем его распилить, чтобы оценить, что там внутри. О, а внутри все довольно годно. Смотри, вот здесь вот куриная грудка не такая сухая, как в салате. Тут, смотри, огурчик маринованный. Там все такое. Салат пекинская капуста, скорее всего. Да и бог с ней. Ну, то есть, выглядит довольно симпатично все это. Давай попробуем. Пробуем сразу из середины. Поэтому никаких вопросов, что я там не докуснул, нет. Очень нет. Очень прям совсем нет. Курица действительно мягкая, чуть посочнее, чем в салате. Но из-за того, что в этом ролле сразу все внутри, и он какое-то время ехал, плюс какое-то время лежал, он превратился в жижку внутри. То есть, весь этот салат, пекинская капуста, которая тоже невкусная на самом деле, и не подходит сюда. Он плюс еще дополнительно вымок из-за соуса. А соль вытягивает влагу. А в соусе определенно есть соль. Да, возможно, и просто его отдельно солили. Короче, салат превратился в ничто. Вот единственное, что хочется выделить, это огурчики. Огурчики тут зашибись. Курица тоже в целом нормальная. Но гармоничного какого-то вкуса, приятной консистенции вот от этой штуки я не ощутил. Нет, 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 нет и нет. Ох, ё-моё. Ну, в общем, вот так вот неоднозначно, но в целом скорее неплохо в этом заведении, чем плохо. То есть, конечно, плохо я не могу. Точка еды, ну, скорее достойна. Достойна внимания, чем достойна забвения, как некоторые у нас. Ну и чизкейк. Чизкейк, который знакомый чизкейк. Чизкейк.ру. Одни и те же поставщики у всех. В очередной раз убедился. Плюс-минус то же самое, что вы закажете себе домой там целый чизкейк на чизкейк.ру или купите где-нибудь там в Кофиксе, например. Будет примерно то же самое. Неплохой, кстати, вкусный чизкейк. Сколько он стоит у них с доставкой? А я даже не знаю, кстати. Я не посмотрел, сколько она стоит. Сейчас вы увидите здесь цену. Я, конечно, хотел пирожок с маракуйей и манго, но его не оказалось и не продали. Последний передо мной. Да как вы смеете? Я люблю маракуйю, я люблю манго. И все это вместе, это вообще кайф. Но, тем не менее, пришлось чизкейк. Это тоже вкусно. Пойдет нормально. В общем, ребята и девчата. Точка еды. Вот такое место, которое возит... Я их в зону доставки до конца не понял. Они находятся где-то в районе Ярославки, я посмотрел. У них там, видимо, ну, цех. А довозят аж до сюда. Ну, блин. Ну, как-то так. Вишь, довозят. Красавчик. Если вы меня спросите, буду ли я у них заказывать, то есть есть ли тут какие-то прям зацепки, из-за которых я готов буду ждать с Ярославки сюда к себе еду. Нет. Таких зацепок здесь нет абсолютно. Ну, вообще ни одной. То, что пицца неплоха, это всего лишь пицца неплоха. То есть, как бы, когда вот, опять-таки, очередной пример того, что если люди занимаются всем, то все не может быть годное. В данном случае абсолютно конкретный пример. То есть, те, кто занимаются выпечкой, пиццей, молодцы. То есть, там нашли нормального шефа, который встал и, там, сделал рецепт теста, сделал, там, нужное количество начинки. Тот, кто занимается воками, поставили, все нормально. Сделали, проработали меню. В принципе, годно. Ребята, которые суши занимаются, ну, я не знаю, но, видимо, опять их поставили и сказали, блин, экономьте, режьте тонко рыбу. Видимо, это так происходит. То есть, вот, это очередной пример, что, как бы, нельзя заниматься всем. Нельзя усидеть на 10 стульях. Поэтому для меня точка еды, это всего лишь одно дополнительное средненькое место, в котором, ну, безопасно заказать поесть. Кайфа вы не получите. Ну, и какого-то жесткого, там, отравления или разочарования, или, там, ощущения, что тебя обманули, тоже не получите. То есть, это обычное, средненькое, честное место. Я посмотрел, там, восторженные отзывы, ну, серьезно. Точка еды, вот, давай вот сейчас посмотрим. Точка еды, вот. 4,7 рейтинг, понимаешь, ребят? Но там отзывов, правда, мало. 62 отзыва. Вкусные бургеры, пицца и суши. В этот раз удивилась скорость доставки. 35 минут. Это человека может действительно порадовать. Я думал, что это честный отзыв. Роберт Максимов написал. Все, что привезли, очень вкусно. Пицца 4 сыра, одна из лучших, что я пробовал. Вот это, кстати, да, это я согласен. Морс из облепихии, такой густой, насыщенный. Ну, да, он действительно густой, но по вкусу надо доработать. Вот Дима, кстати, правильно сказал, он попробовал морс. Говорит, очень похоже на вот, как будто ты взял ягоду облепихии и съел ее. Это, как бы, с одной стороны, говорит, как, ну, как плюс, да, то есть, действительно, это натуральный продукт, хороший натуральный продукт. Но по вкусу недостаточно, то есть, натуральную ягоду облепихии надо засластить. Вот тогда будет хорошо. То есть, чуть сахар добавьте, прям норм будет. Так, Вера Золотилина. Отличная доставка. Всегда вкусные роллы, свежая рыбка и суши просто объединяем. Вы, Вера, просто не кушали в других местах. В этот раз удивилась скорость доставки. Самая любимая доставка. Бургеры шикарные, но мы не попробовали. Ничего не могу сказать. Может, не так быстро доставили, но качество и вкус стоят того. Зачетная еда. А вот и единичка. Такое мнение тоже есть. Это, наверное, самое ужасное, что можно найти в Москве. Доставкой дождали около трех часов. Ну, все, ну, когда три часа, уже человек никогда ничего хорошего не напишет. Это факт. Это факт. Поэтому я с этой оценкой тоже не согласен. Но это полбеды. Еда просто ужас. На первом фото то, что привезли. На втором то, что должно быть. Сейчас посмотрим, что за фотография. Ну, там опять что-то бургер. Так, это бургер. Ну, кстати, ничего так. Не очень плохо выглядящий. Второго фото нет. Абсолютно невкусно. Не советую. Дальше опять пятерки. Еда отличная. И вот опять единичка. Александра Кузнецова. Заказали доставку. Заказ ждали три часа. Вместо одного. Ну, а в процессе нам звонил администратор. Говорил, что через 20 минут. Ну, короче, опять с доставкой. Вот эта фраза, что они охренели. Он сказал, ну, охренели так и охренели. Грубость, обман и наглость. Отвратительно. То есть, человек звонит администратору и говорит, что она охренела. Понимаешь? А потом говорит это грубостью. Не, ну, понятное дело, задержки это всегда неприятно. Но всякое бывает. И это не повод с вашей стороны, Александра Кузнецова, хамить администратору заведения. А потом еще говорит, что он грубит. А че человек? Вот мне звонят. Вот тебе звонят. Ты там на телефоне администратор. Ну, вы охренели. Вот ты че скажешь? Ну, либо там в очередной раз скажешь, извините. Но человек-то уже не воспринимает эту информацию, да? Ну, охренели так охренели. То есть, когда тебе в 10-й раз сказали, что ты чмо, ну, ладно, типа. Окей, твое мнение. Живи с этим. Я не считаю это хамстом. Ты как считаешь? Тоже не считаю. Согласен. И она сама же вот этот вот клиент. Извини. Я сейчас, блин, точка. Я в вашу защиту. Серьезно, ну, это капец. 40% скидка на есть заказ. Ничего себе. Магнит. А мне магнитов не дали. Ну, это ладно. Это было давно. Вот. Но в целом, как бы, у людей хорошее ощущение. Вкусные бургеры, пицца и суши. Вот с пиццей я соглашусь, короче. Пицца действительно хорошая у них. Пицца пепперони с дешевой колбасой. Нет, это, кстати, не дешевая колбаса. Нормальная колбаса. Доставка быстрая. Курьер вежливый. 3 балла. Андрей Селедай. Вообще, самое лучшее. Он поставил одну звезду и написал, отлично. Вот. Ну, и дальше, короче, много-много. Ну, вот, похоже, на самом деле, действительно. То есть, похоже, людям нравится. Ну, славно. Славно. Это действительно... Действительно неплохое место. То есть, я говорю, я не могу сказать, что плохое. Нет. Ну, и сказать, что хорошее все бегите, тоже не могу. Средненько. Ну, нормально. Все, ладно. Давайте сейчас быстренько, тезисно оценочки выставим. И... Ну, и все. Как бы, что? Совершим обзор. До следующего воскресенья. Семьдесят два с половиной балла набирает точки. Да, это не очень плохая оценка. Это такая, ну, средняя оценка. Когда уже там 50, вот это все там 60, это уже плохо. А вот 72, ну, такое типа норм. За что? Вкус качества я поставил 3. Хотя, честно, наверное, можно поставить как и 3 с минусом, прикапываясь к некоторым позициям. Можно и поставить 3 с плюсом, говоря, что некоторые позиции хорошие. Поэтому ставлю средненько. Мне кажется, это справедливо. За сервис я поставил 5. Но в целом у меня вообще никаких вопросов. То есть, и упаковано, и разложено там горячее от холодного. Скорость. Ставлю 4. Ну, в моем случае это четверка. Потому что от Ярославки до меня, ну, полтора часа. Это, опять-таки, они соблюли срок. Ну, время доставки. Это красавчики. Вот. Ну, как бы 5 это когда вот там за 35-40 минут доезжают. Я не требую от всех доезжать за 35-40 минут, как бы. За то, что точка еды меня проинформировала, что они привезут за 90. Соблюли этот срок. Огромный им респект. Но факт остается фактом, что, в принципе, до меня это полтора часа. Поэтому 4 балла. Это хорошая оценка. Не забываем. Температура 4,5. Ну, тут тоже претензий у меня особых никаких нет. Ну, в общем, вот. Точка еды. Повторюсь еще раз, что если вы хотите там заказать всего подряд, то, наверное, не самое плохое место. Но лучше уж, если уж так, то Достоевский. Тоже ребята, которые занимаются всей едой, и они в целом по каждой еде, наверное, чуть повыше по уровню. Хотя пицца у Достоевского хуже, чем здесь. Но роллы гораздо лучше. Короче, решайте сами, ребят. Иметь или не иметь. Точка еды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok